Пробудить интересы учащихся к судьбам людей, вынесших на своих плечах тяжесть Великой Отечественной войны – одна из задач патриотического воспитания в школе. Ученики знакомятся с летописью военных лет из уст ветеранов, кинофильмов, книг и по экспонатам, собранным в музеях и залах боевой славы. С подробностями наши корреспонденты. В Славянском районе уделяется большое внимание воспитанию патриотизма и гражданственности у молодежи. Так, месячник по оборонно-массовой и военно-патриотической работе в очередной раз объединил всех, кто предан и служит Родине. Болеет за неё душой, заботится о воспитании достойной молодой смены. И многочисленные мероприятия, которые проходят в школах нашего города и района, в том числе в лицее номер один, яркий тому пример. Наши дети принимают участие во многих городских мероприятиях по военно-патриотическому направлению. Кроме этого, по допризывной подготовке проходят различные конкурсы, это и по стрельбе, и по киревому виду спорта. А в нашей школе проходят также традиционно праздники для мальчиков. Это и анука парни, и анука мальчики. Кроме этого, старшеклассники у нас уже на протяжении нескольких лет мы встречаемся с солдатами из нашей воинской части, проводим тоже мероприятия по допризывной подготовке. В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы управлением образования было принято решение провести конкурс музеев и залов боевой славы, организованных на базе школ Славинского района. Так, в нашем районе 12 музеев и 17 залов боевой славы. В первом лицее – один из лучших музеев. Здесь собраны сотни экспонатов, предметов старины и останков боеприпасов, фотографий и исторически важных документов. Экспозиция музея рассказывает о судьбах людей, наших соотечественников, которые пережили страшные годы войны. Учитель истории и общества знания Антон Лабунец считает, что нынешней молодёжи нужно как можно больше знать об истории тех лет и о героях, защищавших нашу страну. К тому же в течение последних двух недель провели порядка 16 экскурсий. На следующую неделю у нас планируется мероприятие «Седьмая параллель», конкурс «Как мы знаем, наш зал боевой славы». Школьный музей, ребята активно работают со стендами, набирают материал и далее мы подводим итоги здесь же в рамках этого мероприятия и называем лучших. Организованный в школе музей не просто хранилище экспонатов. Это место для встреч, где можно прикоснуться к истории своей страны, услышать о тех событиях от преподавателей и экскурсоводов. На этих уроках я пытаюсь донести до учеников больше патриотизма, чтобы они знали историю своей малой родины, чтобы они могли использовать эти знания на уроках патриотизма, на кубановидении. Ведь у нас есть такой урок, который посвящен истории нашего края, чтобы у них был пример, на кого равняться, чтобы были такие герои, что их нельзя забывать, что всецело я внесу знания патриотизма. 13 февраля для младших классов в зале боевой славы была проведена экскурсия. Ребятам рассказали о героическом прошлом нашей страны, о тех, кто ценой собственной жизни заслужил великое звание – Герой Отечества. Для учащихся лицея это особенно важно, ведь учебное заведение носит имя семи героев Советского Союза. Экскурсия очень интересная была. Я узнал, что у нас было семь героев Советского Союза. Это очень редко, когда не в каждой школе встретится столько героев. Та большая работа по военно-патриотическому воспитанию, которая проводится в нашем районе, приносит свои плоды. У молодого поколения формируется представление о мужестве, долге, чести, ответственности и нравственности. А экскурсии по музеям и залам боевой славы в очередной раз воспитывают у школьников гордость за подвиги солдат в военные годы. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».